Девушки отдыхают 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 И вот мы видим, помним падение Скотта Николсона. Тоже повреждение руки у него было, у британца. И он нам говорит, что я готов к гонкам на все 100%. Ну, конечно же, чтобы побеждать, надо быть готовым на 110%. Но я готов на 100% и буду выкладываться в гонках. Я думаю, что та травма, которую я получил, это уже в прошлом, это уже история. И у меня отличное настроение, и я полностью готов к соревнованиям и готов одерживать победы. Ну что же, и вновь мы с вами в Польше. Очередной гран-при. Врослав. Четвертый по величине город в Польше. Население около 700 тысяч человек. Ну и знаменитое, одно из самых роскошных готических зданий Европы. Это ратуша Врослава. Ну, знаменит Олимпийский стадион. И многое-многое другое. Ну, а у нас все готово к старту. К старту второго этапа чемпионата мира по спидвею. Итак, еще раз напомню положение в чемпионате. Ники Петерсон, Грег Ханкок, Вайслав Ягус, Джейсон Крамп. Это вот финалисты прошедшего сезона. Гонки проходят, напомню, сперва по круговому этапу. Каждый гонщик совершает по пять гонок с различными соперниками. За первое место в заезде начисляются три очка, за второе два, за третье одно. И, наконец, за четвертое место очки не начисляются. Всего проходит 20 гонок, 20 заездов. И восьмерка лучших попадает в полуфинал. Два полуфинала. Из которых двое лучших выходят в финал. Ну и на введение чемпионата мира. Теперь в финальной гонке за первое место в финале будет начисляться не... За первое место будет начисляться не три очка, а шесть очков. То есть в финале очки удваиваются. Шесть очков, четыре очка, два очка. Ну, ноль, сколько ни удваивай, он нулем и останется. Ну и Никки Петерсон начал выступление здесь, в Польше, что называется, с места в карьер. Выиграл он в первом же заезде. Сумел опередить и Грэга Ханкука, и Криса Харриса. И Себастьян Уамик был последним в этой первой гонке. В гонке номер два Ярослав Хампел одерживает победу. Вторым финиширует Лейт Адамс и Руны Холта третье место. Ханс Андерсон остался без очков в гонке номер три. Бьян Петерсон выиграл. Вторым был Васлав Ягус и Томаш Голуб третий. Антонио Линбек остался без очков. И вот видим, как Грэг Ханкук и Джейсон Крамп захватывают лидерство. По пять очков набирают. Также пять очков на счету Никки Петерсона, Лайта Адамса. И по четыре очка набирают Бьян Петерсон, Андрес Джонсон, Уаслав Ягус и Ханс Андерсон. Вот пока такая виртуальная восьмерка. И теперь заезд номер девять. Здесь у нас вступают Руны Холта. Йонсон Андерсон, Крис Харрис и Томаш Голуб. Видим мы, как Крис Харрис берет с места в карьер. Всего четыре круга надо преодолеть. Йонсон Харрисом ведут борьбу за лидирующую позицию. Вот такой вход в поворот. Холта сейчас у нас пока лидирует. Четырнадцатый номер. Но Крис Харрис выходит на по внешнему радиусу. Великолепный проход. Ну что же, Руны Холта постепенно сдает позиции. На него, на него, на него накатывает Йонас Андерсон. Холта отбивается. А Крис Харрис, смотрите, как он уже оторвался. И что такое-то у нас? Томаш Голуб прекратил борьбу. Итак, выходят на последний круг спортсмены. Осталось проехать всего один круг. Крис Харрис уверенно лидирует. Да, Руны Холта второе место у Руны Холта. Да, Крис Харрис. Ну что же, неплохо он выступает. По внешнему радиусу видели мы, как он красиво прошел своего соперника. Ну что ж, британец. Пять очков в трех гонках. Неплохой результат. Так, Крис Харрис первый. Второй Руны Холта. Далее Андрес Йонсон. И видели мы, что Томаш Голуб, он выбыл из гонки. До финиша не добрался. Ну что ж, пять очков в трех гонках. Крис Харрис. Неплохой результат. Ну а теперь заезд номер одиннадцать. Здесь у нас выступают Ханс Андерсон, Антонио Линбек, Никки Петерсон, лидер чемпионата мира. И Бьерн Петерсон. Прошу прощения, я поторопился. Десятый у нас заезд. Бьерн Петерсон, Лайт Адамс, Матью Загар и Грег Ханкок. Вот они на ваших экранах. Итак, старт гонки. Грег Ханкок, американец, неплохо стартует по внешнему радиосу. Серебряный призер прошлого года. Чемпионата мира и серебряный призер предыдущего этапа. И Адамс, Адамс на него наезжает. Пятый номер, Лайт Адамс. Но Ханкок, смотрите, как он уверенно отрывается. Здесь у нас Лайт Адамс и Матью Загар ведут борьбу за вторую позицию. И, к сожалению, для Бьерна Петерсона он довольно сильно отстал. Но здесь, конечно, Грег Ханкок, ну, отрыв очень большой. И трудно будет соперникам его догнать. Все, последний круг. Итак, Грег Ханкок, Лайт Адамс. Вот таковы у нас лидеры. Ну и третьим у нас финиширует Матью Загар. Бьерн Петерсон, увы, закончил свое выступление. Еще раз результаты этого заезда на ваших экранах. Итак, Грег Ханкок, 8 очков в трех гонках. Американец может быть с собой доволен. А вот теперь, наконец-то, Ники Петерсон, желтый шлем. Прошу прощения, белый шлем. Лидер чемпионата мира. Лидер текущего сезона. Победитель предыдущего. Ну, помимо него, Ханс Андерсон, Антонио Линбак и Скотт Николс. И смотрите, с места в карьер. Ники Петерсон, белый шлем. Вот сейчас мы видим, пытался, пытался его отодвинуть Ханс Андерсон, но... Не смог составить конкуренцию. И вот сейчас мы видим, как Скотт Николс прорывается вперед. Пытается он... Да-да-да, и Скотт Николс проходит. Проходит Ханс Андерсона. Но Ники Петерсон свою лидирующую позицию держит уверенно. Пока Антонио Линбак не может составить конкуренцию своим соперникам. Скотт Николс отбивает. Отбивает в борьбе за второе место атаки Ханса Андерсона. Итак, последний круг. Заходит сейчас. Уже в последний поворот. И Ники Петерсон набирает очередные три очка. Ох, чуть-чуть, чуть-чуть, но удержал все-таки Ники Петерсон лидирующую позицию. Как ни старался Скотт Николс, он так и остался вторым. Ники Петерсон очередные три очка. Скотт Николс два очка за второе место, за третье место Ханс Андерсона одно очко. И без очков у нас остается Антонио Линбак. Ну а Ники Петерсон восемь очков в трех гонках тоже. Прекрасный результат. Видим мы, что в гонке номер два он только финишировал вторым. Кстати, это была первая гонка, в которой он не выиграл в этом сезоне. Напомню, что в Италии Ники выиграл все гонки. Ну а теперь Джейсон Крамп, действующий чемпион мира. Вот он справа на ваших ранах в красном шлеме. Далее Себастьян Уламик, Вайслав Ягус и Ярослав Хампель. Вот такое. Три представителя Польши. И один австралиец. И мы видим Себастьян Уламик. Смотрите, как он стартовал. Здорово. Здесь такая польско-австралийская борьба за второе место. Но Уламик держится. Уламик держится уверенно. Ярослав Хампель пытается ему навязать борьбу. Но пока у него это не получается. И сейчас мы видим, как ведут борьбу Уламик и Джейсон Крамп. И под шестнадцатым номером Себастьян Уламик. Да, продолжает лидировать. Два круга у нас уже позади. И из четырех. И вот, видим, как Джейсон Крамп, смотрите, прорывает вперед. Так пальцем погрозил сопернику. И в погоню за Уламиком устремляется. Отсиживался, отсиживался австралиец позади. Но теперь вот рванулся вперед. Но не поздновато ли? Ну что же. Да. Уламик удерживает первую позицию в борьбе за третье место. Ярослав Хампель погнал своего соотечественника. Вот, а Себастьян Уламик выиграл эту гонку. Отлично он стартовал. Джейсон Крамп на второй позиции. Ярослав Хампель третий. И, наконец, Вайслав Ягус четвертый. Ну и положение у нас сейчас на этапе. По 8 очков Грэг Ханкок и Никки Петерсон. По 7 они набрали Лайт Адамс Джейсон Крамп. По 5 очков на счету Криса Харриса и Андреаса Йонсена. По 4 очка Маттью Загар и Бьярн Петерсон. Еще целый ряд гонщиков набрали по 4 очка. Но пока вот именно Загар и Петерсон замыкают позицию. И Грэг Ханкок, он говорит, что сперва выступали не очень удачно. Потом изменили настройки мотоцикла и стали набирать очки. Ну и, конечно же, доволен. Доволен он, что набирает эти очки. И пока держится в зоне полуфинала. Но это нам показывает статистику. В шлемах какого цвета чаще побеждали гонщики? Ну, первое место. А лучше всего выступали в белых шлемах. Вот такая ситуация. Ну что ж, дорогие друзья, и вновь добро пожаловать в Польшу. На второй этап чемпионата мира. Личного чемпионата мира по спидвейу. И сейчас у нас заезд под номером 13. Для кого он станет счастливым, мы скоро узнаем. Выступают Ярослав Хампель, Бьян Педерсон, Скотт Николс и Крис Харрис. Два британца, норвежец и представитель Польши. Ну что же, взрывели моторы. Все готово к старту. Итак, четыре сумасшедших круга впереди в заезде под номером 13. И Адамс неплохо стартует. Смотрите, рвется он вперед. Но пока по внутреннему радиусу Педерсон, Бьян Педерсон пытался его пройти. Но не получается. Здесь Крис Харрис. Крис Харрис, ох ты, что показывает, а? Вот два британца. Крис Харрис и Скотт Николс. Бьян Педерсон поддавливает. Но пока у нас Харрис удерживает лидирующую позицию. Да, завершает он круг номер три. Здесь за одну единственную очко отчаянная борьба. Вот на двойке так расположились. Пилоты разбились. Смотрите, смотрите. Ярослав Хампель. Рискует, рискует Хампель, а? Что он делает? А Харрис, смотрите. И что такое? Боже, Хампель, Хампель. Рвался вперед, но в борьбе с Крисом Харрисом не получилось у Ярослава Хампеля. Харрис одерживает победу. Бьян Педерсон второй и Скотт Николс третий. Ну вот Крис Харрис на ваших экранах. Набрал он три очка. Бьян Педерсон. Два. Скотт Николс и неудачник этого заезда. Вот заезд под номером 13 был неудачный для Ярослава Хампеля. Вот нам еще раз повторяют. Лидировал даже в какой-то момент Ярослав Хампель. Ну вот, видимо, как Крис Харрис нажимает на него. И Ярослав Хампель. Да. Ну да, плотная борьба. За лидерство в этом заезде была. И вот смотрите, Ярослав Хампель лидировал в этой гонке. Вот здесь он вновь пропускает британца вперед. Пытается его настичь и не удерживается. Ну, Крис Харрис тут восемь очков в четырех гонках. Доволен результатом. Показывает нам большой палец. Ну и теперь... Грэг Ханкок, Джейсон Крамп, Ханс Андерсон и Томаш Голоб. Ну вот, Хампель беседовал с товарищами по команде. И... Старт. Грэг Ханкок неплохо. Начинает эту борьбу. Второй номер. Серебряный призер. Чемпионата мира прошлого года. Джейсон Крамп отчаянно сопротивляется. Действующий чемпион мира. Вот смотрите, первый и второй номер. И... Фантастическая борьба. Так, 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 так. Джейсон Крамп. Вот они идут. Первый и второй номер. Только немножко в другом... В другом сочетании. На первом месте пока идет Грэг Ханкок. Под вторым номером выступающий. На втором месте Джейсон Крамп. Под первым номером. Так что у нас третье место. Но там Томаш Голоб. Пока на третьей позиции. А Крамп... Не позволяет приблизиться к себе соперникам. Да, австралиец как ни старается. У него пока не получается у Крампа. А Ханкок... Вот выходит на финишную прямую. Итак, Джейсон Крамп только второй. Грэг Ханкок одерживает победу. Томаш Голоб занимает третье место. Набирает одно очко. Ну, а Ханс Андерсон у него... Себе очков он не прибавил. Был он только четвертым. Вот еще раз нам показывают, как... А здесь у нас Ники Петерсон. Лайт Адамс, Андрес Йонсен и Вайслав Ягус. Ну, и здесь вот... Неприятное падение у Лайта Адамса. Ну, и Адамс, говорит, попал... Такое ощущение, что зацепился в клею, закрутил мотоцикл. И не смог его удержать. То есть, появилась там какая-то канавка. И вот такая вот неудача. И Лайт Адамс из гонки выбывает. И теперь у нас остаются Ники Петерсон. Вот сейчас он в синем шлеме выступает. Вайслав Ягус и Андрес Йонсен. Ну, и видим, как мы, как Ники Петерсон. Лидер от желтой майки лидера. Ох, какая плотная борьба и падение. Еще одно падение. Боже мой, что это? Это у нас... Это, по-моему, Йонас Андерсон. Да, Йонас Андерсон, смотрите, как он... Пошел в атаку на лидера. И на лидера чемпионата не удержался. Ох, вот это да, падение какое неприятное. Смотрите, вот сейчас контакт и... Пытался удержать мотоцикл, но не вышло. У норвежца Йонсен Андрес Йонсен падение. Ну, а Ники Петерсон удержался в сетле. Да. И смотрите, аж мотоцикл перелетел через заграждение. Да, Андрес Йонсен, конечно. Ну, и вновь уже в третий раз стартует у нас 15-й заезд. Ну, и здесь у нас, конечно же, Вайслав Ягус и Ники Петерсон. Но здесь Ники Петерсон тут выигрывает, что называется, без вариантов. 11 очков за 4 гонки. Неплохой результат. Ну, и теперь заезд под номером 16. Антонио Линбак, Руны Хольта, Себастьян Уламик и Матью Загар. Скотта Николса нам только что показывали. Отдыхает он. Ждет и здесь у нас старт с места в карьере Руны Хольта. Ну, здесь Загар тоже. Смотрите, как он показывает. Это Матью Загар. Руны Хольта его преследует. Вот сейчас ведут борьбу они между собой. Уже два круга у нас позади. Вернее, выходят на второй круг. Из четырех. Ну, и пока Матью Загар у нас в лидерах идет. Руны Хольта его пытается преследовать. И Руны Хольта по внутреннему радиусу рвется. Пока не получается. Матью Загар удерживает свое лидирующее положение. Но Хольта все ближе, ближе. Ох, чуть контакта не было. Итак, последний круг. Кто? Руны Хольта. И смотрите, как по внешнему проходит. Руны Хольта великолепен просто этот норвежец. Матью Загар прорегировал весь заезд. И в результате только второй. Руны Хольта себя проявил. И Себастьян Уламик занимает третье место. Вот Себастьян Уламик. И Антонио Линбок не набирает очков. Ну вот у нас борьба Руны Хольта и Матью Загар. Видим мы, что Руны Хольта лидирует. Вот он в желтом шлеме. Руны Хольта его преследует. 14 номер. Прям на грани фола идет. И вот он опережает своего соперника на вираже. Таким отчаянным рывком прорывается. Ну и что у нас? После четырех гонок. Ники Петерсон, Грэг Ханкок лидируют по 11 очков. 9 очков Джейсон Крамп. Также в восьмерку пока попадают Крис Харрис, Лайт Адамс, Руны Хольта, Матью Загар и Бьерн Петерсон. Вот такова она виртуальная восьмерка Руны Хольта. 6 очков после четырех гонок. И вот пока он у нас находится в полуфинальной восьмерке. Ну и еще раз добро пожаловать в Польшу, город Вроцлав. Второй этап личного чемпионата мира по спидвэю. И сейчас на наших экранах Крис Харрис, Ханс Андерсон, Матью Загар и Вайслав Ягус. Итак, все готово к старту 17-го заезда. Все меньше и меньше остается у гонщиков шансов. Для тех, кто, конечно же, хочет побороться. Видим мы Вайслав Ягус возглавляет этот заезд. Крис Харрис его преследует. И теперь уже Крис Харрис у нас выходит в лидеры. Вайслав Ягус неплохо начал, но откатился назад. Крис Харрис у нас впереди. Ханс Петерсон, но пока не получается у него навязать борьбу. Матью Загар ведет борьбу с Вайславом Ягусом. За третье место. Пока, ну, здесь не такая плотная борьба. Скорее, здесь борьба лишь за третье место. Вот развивается, поскольку Крис Харрис довольно уверенно лидирует. Итак, на последний круг уходят гонщики. Ну, понятно, здесь за лидерство борьбы не получилось. Крис Харрис уверенно лидирует. Неплохо стартовав. А что касается... Да, вот Ягуса немножко жалко. Хорошо он стартовал, но не совсем хорошо у него получилось. Итак, Крис Харрис зарабатывает три очка. Два очка на счету Ханса Андерсена. Матью Загар три очка. И Вайслав Ягус. После великолепного старта все-таки очков не зарабатывает. Увы, для представителя Польши. Ну и вот, Крис Харрис лидировал, ну, нельзя сказать, что от старта. Ну, а буквально свет потом вышел в лидеры и чувствовал себя более чем уверенно. Итак, вновь положение в зачете. Грэг Ханкок, Никки Петерсон и Крис Харрис по 11 очков. Но Харрис провел на одну гонку больше. Ну, все остальное мы видите на ваших экранах. И Крис Харрис, да, очень доволен. Попадает он в полуфинал. И говорит, да, мы прибавляли от гонки к гонке. Изменили настройки у мотоцикла. И теперь у нас все получилось. Я очень доволен своим результатом. Ну, а теперь Антонио Линбак, Грэг Ханкок, Ярослав Хампель и Андрос Йонсон. Заезд под номером 18. И старт. Здесь у нас Грэг Ханкок вырывается вперед. Американец, ну, а здесь Йонсон ведет борьбу. И здесь что у нас? Антонио Линбак. Линбак отстает. По всем статьям. И Грэг Ханкок здесь, конечно же, уверенно лидирует, не подпуская соперника. Ярослав Хампель пока второй. Ну, и здесь Грэг Ханкок. Вот он, второй номер. Выигрывает эту гонку. Набирает три очка. Ярослав Хампель. Два очка. А, все понятно. Томаш Гопинский. Томаш Гопинский, он заменил Йонсона в этом заезде, травмированного Йонсона. В протокол не успели еще внести изменения. Поэтому здесь я немножко разделялся. Ну, и Антонио Линбак. Ноль очков. Ярослав Гопинский заменил травмированную. Ну, и положение. Грэг Ханкок. 14 очков. Далее Ники Педерсон. 11. И гонка в запасе. 11 очков у Криса Харриса. Также Джейсон Крамп. Лайт Адамс. Матью Загар. Хант Андерсон. И Ярослав Хампель. Вот таково положение Антонио Линбак. Мы видим безнадежный аутсайдер. Ну, и теперь Ники Педерсон. Бьярн Педерсон. Джейсон Крамп. И Рунны Хольта. Ну, что касается Ники, то вот он в красном шлеме. Он уже себе обеспечил участие в полуфинале. Но мы это знаем. Ники пытается одержать победу в каждой гонке, в которой принимает участие. Ну, и Джейсон Крамп. Тоже будет вести борьбу. И... Ох ты! Рунны Хольта. Великолепно проводил он гонки. А вот сейчас, смотрите, как не повезло ему, а. Так, гонка остановлена. Да. Рунны Хольта. Ох, прям как гонки по вертикали здесь устроил. Вот, смотрите, как это все происходило. Прям... Прям... Как в цирке, знаете, есть такое... Аттракцион, когда гонщики внутри по вертикальной стенке ездят. И вот Рунны Хольта нам сейчас такое же продемонстрировал. Тоже, Рунны Хольта выбывает из этого заезда. Ну, и теперь у нас вновь рестарт. И Ники Петерсон... Да, он лидирует. И здесь у нас Джейсон Крамп. Действующий чемпион мира. На втором месте. Идет. И... И... Ярн Петерсон отстает значительно от них. Но вот как раз заезд закончился. И Ники Петерсон надерживает очередную победу. Ну, и вот, соответственно, 15 очков. 14 очков из 15 возможных. Вот так вот. Великолепное выступление Ники Петерсона в этом Гран-при. Ну, и теперь впереди нас еще ждет гонка под номером 20. Вот Ники Петерсон. Еще раз напомню. Чемпион мира 2003 года. Бронзовый призер прошлого чемпионата мира. Прошлогоднего. И сейчас у нас Лайт Адамс, Скотт Николс, Томаш Голоб и Себастьян Уламек. Это последний 20-й заезд. И, что называется, все станет на свои места. Определиться окончательно. Положение. Видим мы, как Лайт Адамс у нас выходит вперед. И здесь борьбу ведут Уламек и Голоб. Какая на грани фола. Борьба на грани столкновения. Ну а Лайт Адамс уверенно, уверенно лидирует. Скотт Николс пока на второй позиции. Томаш Голоб оказывает на него давление. Себастьян Уламек у нас выходит сейчас на второе место. Прорывается. Обходит соперников. И, ну да, Адамс продолжает лидировать. Итак, выход на финишную прямую. Адамс у нас первый. Уламек второй. И Скотт Николс. Скотт Николс показывает третий результат. Лайт Адамс. Себастьян Уламек. Скотт Николс. И Томаш Голоб. Ну вот здесь борьба между Адамсом и Николсом. Вот Адамс вырывается вперед, мы видим. Итак, определилась окончательная восьмерка. Ну, Ники Петерсон и Грег Ханкук, это понятно. Крис Харрис, Джейсон Крамп, Лайт Адамс, Бьерн Петерсон, Матю Загар, и Хант Андерсон. Вот она восьмерка, которая поведет борьбу за медали второго этапа личного чемпионата мира по спидвейу. Вот Скотт Николс шесть очков набирает недоволен своим выступлением. Спидвей Ну что ж, и вновь добро пожаловать в Польшу на второй этап чемпионата мира по спидвейу, личного чемпионата мира. Наступила у нас пора полуфиналов. Ну, и еще раз нам напоминают статистику, в каких же шлемах чаще побеждали гонщики. По всему получается, что теперь в синих шлемах семь раз одерживали победы гонщики, выступая в синим шлеме. Хотя нет, да, 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 да. В синим шлеме. Ну, и теперь пошли. Пошла с жеребьевкой. Итак, полуфинал номер один у нас будет Ники Петерсон, Маттью Заггард, Джейсон Крамп и Бьян Петерсон. Во втором полуфинале Грег Ханкок, Ханс Андерсон, Лайт Адамс и Крис Хайес. Ну, и вот он полуфинал номер один. Напомню, что здесь для того, чтобы пробиться в финал нужно занять первое или второе место. Ну, и вот напоминают, что Ники Петерсон пока у нас лидер, Джейсон Крамп среди присутствующих на трассе. Итак, все готово к старту. И старт. И Ники Петерсон вырывается вперед со старта. Его, кто его преследует? Здесь у нас судя по всему Джейсон Крамп. Джейсон Крамп и Ники Петерсон вот ведут борьбу. Джейсон Крамп действующий чемпион мира. С Маттью Заггаром они вот так вот бодаются. Ники Петерсон пока уходит вперед. Но Петерсон просто не удержим. Супер Ник. И здесь мы видим Бьян Петерсон выходит на третье место. Но что ему третье место? Надо в двойку попадать. Ну что? Судя по всему Ники Петерсон себе финал уже обеспечил. Мы видим как далеко он ушел от соперников. А вот здесь за вторую путевку развернулась борьба не шуточная. Рвется рвется Бьян Петерсон Джейсона Крампа пытается отодвинуть но не получается. Итак Ники Петерсон и Джейсон Крамп вот они первые два финалиста. Очередные три очка. Джейсон Крамп действующий чемпион мира финалист. и вот не пробились Бьян Петерсон финал и Матью Загар. Вот еще раз вот Бьян Петерсон пытается по внутреннему радиусу протиснуться но Джейсон Крамп нет не пропускает очень плотная борьба здесь у нас развивается но действующий чемпион оставаясь на внешнем круге все-таки сумел прорваться вперед ну а Ники Петерсон 17 очков набирает из 18 возможных ну просто великолепный уже он находится у нас в финале ну а теперь у нас полуфинал номер два Крис Харрис Грег Ханкок Ханс Андерсон и Лайт Адамс ну что же британец Крис Харрис неплохо имеет все шансы чтобы пробиться и так второй полуфинал стартует и здесь мы видим как Грег Ханкок вырывается вперед вот за вторую путевку борьба уже все все втроем ведут борьбу за вторую путевку но пока здесь у нас Крис Харрис и Хан Сандер и Грег Ханкок но что касается Адамса то пока он на последнем месте идет Грег Ханкок пытается пытается удержать свое лидерство но тем не менее смотрите ух ты Ханс Андерсон как красиво проходит вот 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 она плотная борьба за две путевки да ну это настоящий рок-н-ролл здесь нам демонстрируют Крис Харрис лидирует лидирует Крис Харрис Грег Ханкок пока на втором ну и что здесь кто ух ты Крис Харрис и Ханс Андерсон Ханс Андерсон выигрывает эту гонку Крис Харрис прорывается в финал Грег Ханкок эх не повезло а и Лайт Адамс только четвертый вот ну здесь конечно борьба развивалась просто сумасшедшая поочередно лидеры менялись чуть ли не после каждого поворота но в результате ну вот сейчас мы видим как Ханс Андерсон еле удержал свой мотоцикл в повороте бросило его заднее колесо Крис Харрис борьбу ведет очень плотную Грег Ханкок серебряный плитер прошлого года не пробился финал американец да второй подряд второго подряд финала не получилось у Грега Ханкока ну а Крис Харрис набирает 13 очков и выходит в финал ну и вот самая решающая гонка Джейсон Крамп белый шлем Крис Харрис желтый Ханс Андерсон синий и Никки Педерсон красный шлем итак напомню что за победу в финале начисляется 6 очков за второе место 4 за третье место 2 удваиваются очки и старт решающая гонка Никки Педерсон вот он по внутреннему радиусу отрывается Ханс Андерсон его преследует Ханс Андерсон и Никки Педерсон пока литирует Джейсон Крамп действующий чемпион что-то он не показывает он нам чемпионскую езду итак Никки Педерсон рвется рвется да Никки Педерсон и Ханс Андерс Ханс Андерсон вот они судя по всему и разыграют победу здесь на втором этапе гран-при Польши Андерсон опасно приближаются два норвежца ведут между собой борьбу за большой приз Польши и И И Лики Педерсон надерживают вторую подряд победу на старте нового чемпионата мира Ханс Андерсон второй Крис Харрис англичанин завоевывает бронзу отличный результат а Джейсон Крамп второй финал подряд он заканчивает четвертым второй раз выступает подряд в финале и второй раз подряд четвертый Ники Педерсон поздравляем со второй подряд победы Ханс Андерсон Крис Харрис пробившийся финал завоевавший бронзу а Джейсон Крамп увы что-то австралийцу у австралийца что называется не пошло вот и сейчас мы отлично видим как сразу с внутреннего радиуса Ники Педерсон вышел вперед вот в первом повороте и стал постепенно отрываться 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 от своих соперников лидер чемпионата чемпион мира 2003 года Ханс Андерсон вот сейчас шестой номер его преследует ну и поздравления поздравления ну что же поздравления Крис вот Крис Харрис великолепно я честно говоря не ожидал что сумею пробраться на подиум но здесь так получилось и конечно борьба была очень сложная борьба была сложная но я сумел все-таки забывать бронзу Ханс Андерсон доволен своим результатом он говорит что конечно же с Ники довольно тяжело бороться он оторвался вперед и подготовлена его техника просто великолепна ну и Ники Педерсон который говорит ну конечно же счастлив а что ж мы выступили на все 100% одержали победу мы показываем 100% результаты большое спасибо нашей команде которая великолепно подготовила и мотоцикл и мы очень довольны ну вот таковы результаты таковы результаты второго этапа и что касается чемпионата мира 47 очков Ники Педерсон безусловный лидер далее Грег Ханкок Джейсон Крамп 34 и 25 очков Лайт Адамс четвертый 22 очка ну также по 22 очка набрали Ханс Андерсон Крис Харрис и Крис Харрис ну все остальное на ваших экранах впереди нас ждет этап под номером 3 который стоит в Швеции ну а наша трансляция подошла к концу и ждем этапа номер 3 всего доброго до новых встреч Продолжение следует...